Российское представительство «Шкоды» вот уже 12-й раз поддержало второй этап Евро-хоккей-тура — кубок Первого канала. В этом году на льду московской ЦСК-арены встретились сборные России, Канады, Швеции, Чехии и Финляндии. Победу в итоге одержала последняя. Но и отечественные хоккеисты показали отличный результат, заняв почётное второе место. Посетители матчей могли насладиться зрелищной игрой, а заодно и поучаствовать в различных активностях, подготовленных компанией «Шкода». Например, гостям предлагали попробовать себя в настольном хоккее, потренироваться, удерживать шайбу на ревре настоящей клюшки, освоить хоккейный дриблинг. Позаботилась чешская марка и о самых маленьких зрителях. Для них организовали специальную детскую зону, где проводились игровые тест-драйвы за рулём машинок-каталог и уроки правил дорожного движения. Помимо прочего, в рамках Кубка Первого канала широкой публике впервые представили обновлённый кроссовер «Шкода Кодиак». А в завершающий день игр перед церемонией награждения автомобиль в исполнении «Спортлайн» и вовсе выехал на ледовую арену. Напомним, что посвежевшая модель отличается перелицованной шестиугольной решёткой радиатора, более узкими полностью светодиодными матричными фарами и приподнятым рельефным капотом. В салоне прописались двухспицевый руль и цифровая приборная панель с перерисованной графикой. Появилось также несколько новых цветов контурной подсветки. Обогатился и список оснащения, в который вошли кожаная отделка лицевой панели, массаж сидений водителей переднего пассажира и несколько дополнительных динамиков аудиосистемы «Кантон». Теперь их десять. Что же до силовых агрегатов, то тут всё осталось без изменений. Для «Шкоды Кодиак» доступны три бензиновых и один дизельный мотор, две коробки передач, механика и робот и два типа привода – передний и полный. Добавим, что по словам самих представителей марки, хоккей – неотъемлемая часть ДНК и любимый вид спорта компании «Шкода», который олицетворяет динамику и командный дух, всецело отражая ценности бренда. Кстати, любопытный факт. Сотрудничество чехов с чемпионатом мира по хоккею, начавшееся в далёком 92-м году, занесено в Книгу рекордов Гиннеса как самая продолжительная в истории международных спортивных дисциплин. Причём марка не только выступает официальным спонсором Федерации хоккея России и партнёром мужской национальной сборной по хоккею, но и проводит с 2012 года собственный турнир – Кубок «Шкода», поддерживая юных спортсменов. Продолжение следует...